В 2003 году в США работало 60 небольших крафтовых винокурен, производивших крепкий алкоголь. Теперь же их более 1200. Одно из них открыл Эдгардо Суниго, который эмигрировал в США из Коста-Рики. Я из Коста-Рики, но живу в этой стране 27 лет. Я приехал сюда, когда мне было 20 лет. Тогда Суниго совершенно не говорил по-английски. В Америке он стал поваром. Кулинарным искусством учился в США, в Миннеаполисе и в итальянской Флоренции. Суниго работал в лучших ресторанах Вашингтона и даже стал владельцем собственного ресторана, о котором критик Вашингтон-Пост опубликовал крайний лес нозов, что в США считается большим успехом. Я стал действительно хорошим поваром. Я научился эффективно управлять людьми на кухне. Суниго рассказывает, что несколько лет назад решил самостоятельно приготовить известный итальянский ликер Лиманчелло, но остался недоволен результатом. Поэтому он решил заняться самообразованием в области алкогольного производства. Я всегда думал о новых идеях, и эта мысль появилась совершенно случайно, когда я сидел дома на кухне. Моя жена решила, что я сошел с ума, потому что она доктор и разбирается в химии. Она сказала, ты сошел с ума. Тебе для этого потребуются миллионы долларов. Однако повар решил рискнуть и потратил на открытие винокурни около 50 тысяч долларов. Как говорит сам Суниго, начало алкогольного бизнеса стало для него логичным продолжением карьеры. Я понял, что это похоже на готовку. Делать виски – это как варить большой котел каши. Суниго открыл винокурню в штате Мэриленд. Мэриленд никогда не был известен как центр производства алкоголя. В Мэриленде делают пиво, вино и крепкие спиртные напитки. Однако на алкогольной карте США и мира Мэриленд практически незаметен. Но Эдгарда Суниго не просто открыл винокурню в Мэриленде, он начал делать алкоголь в наименее алкогольном округе штата – Мангамере. Прошлым летом газета «Вашингтон пост» написала о Мангамере статью, которая дала говорящие названия. Как советская система контроля за оборотом алкоголя сохранилась в одном из богатейших округов США. Речь идет о системе, появившейся в Соединенных Штатах 100 лет назад, еще в эпоху сухого закона. В Мангамере в супермаркетах запрещено продавать любой алкоголь. В округе живет более миллиона человек, но там всего 27 магазинов, имеющих лицензию на торговлю крепким алкоголем. Поэтому производителям, особенно малым производителям, очень непросто там работать. Мы единственная винокурня в Роквилле и во всем графстве. Но именно в Мангамере, в городе Роквилл, эмигрант из Коста-Реки и начал впервые за 100 лет производить виски, ром, джин и водку. Все здесь регулируется федеральными законами и законами штата. Чтобы изменить закон на уровне штата, нужно взаимодействовать со штатом. А чтобы изменить федеральный закон, идти в Конгресс. Когда я открыл производство, я мог продавать только здесь и ни в каком другом штате. Поэтому нам потребовалось изменить закон, чтобы получить кровать из трибьютора. Потом мы изменили закон, чтобы нам разрешили продавать алкоголь на фермерских рынках. А в прошлом году губернатор Мэрилэнда подписал закон, я приложил большие усилия, чтобы его приняли. Чтобы мы могли продавать свою продукцию ресторанам и барам по всему округу. То, что я сделал, поможет всем винокурням Мэрилэнда. Винокурня Твин Вэлли создала 9 рабочих мест. Эдгарда Суника гордо подчеркивает, что все сырье для производства своих напитков он закупает у местных фермеров. Продолжение следует...